Доброе утро, Полтава! Здрасте! Доброе утро, Полтава! У нас сегодня в гостях Паша Москалюк, наш болтавский журналист, музыкант, шляпочник. Единственный человек, который у нас в Полтавской области, Украине, у тебя очень много шляп. Ну я, честно говоря, не знаю. Не сильно коммуницируют между собой любители шляп. Прямо как в мультике. В принципе, наверное, одна из наибольших в Украине коллекций головных уборов. Сколько у тебя сейчас их? Около 600, я думаю. Около 600 шляп? Света, а где репортаж? Ну, блин, будет, будет, все будет, к Паше никак не дойду. Какие у тебя самые сочные, запоминающиеся? У тебя с разного мира там понавозили друзья, и ты где-то брал, я насколько знаю, шляпы. Какие-то друзья привозят, какие-то на интернет аукционах покупаются, какие-то я сам привожу, когда куда-то езжу. Иногда Second Hand помогают. Ну да, иногда Second Hand удается купить какую-то за 3-4 гривны довольно редкую штуку. Над ней, конечно, надо поработать, но зато я благодаря этому освоил не только там собирательство этого дела, но и ремонт, реставрацию. Так что теперь... Вот, теперь Саша хочет в гости прийти, пойдем вместе. Да, могу еще и... Самая дорогая шляпа покупает? Сложно сказать, опять же, потому что вещи в основном... А, покупаешь дешевле, а? Ну нет, нет, вещи в основном винтажные, поэтому той цене, которую они, например, стоят в интернете новые, они не соответствуют. Но с другой стороны, есть некоторые головные уборы, которые, благодаря тому, что они наоборот старые, они, наверное, более дорогие. То есть тут такой обоюдоострый процесс идет. Поэтому по цене я, наверное, сказать не могу. А есть у тебя какие-то выставки, даже фото-выставка может быть, чтобы увидеть это все? А писали не раз уже, а Паша? Ну писали, но увидеть. В интернете есть несколько статей, в газете по-украински. А еще куча друзей, которые фоткаются в ваших шляпах. Паша еще проводит квартирник. Ну да, поскольку у меня теперь к проведению домашних концертов добавилась после каждого концерта фотосессия в головных уборах. Когда ближайший квартирник? Уже осенью. Мы сейчас на каникулы ушли, на летние. Летом надо не по концертам ходить, а по морям ездить, по горам лазить. Я хочу на квартирник. Вот, обязательно пойдем. Я обязательно сообщу. Есть очень интересное. Паша, у тебя так же самое, как ты сопоставляешь? У тебя все, все, все. Музыка, работа, отдых. Как у тебя получается? Ничего не успеваю. Ничего-то просто не успеваю. Просто ничего не успеваю, да. Но, с другой стороны, пытаюсь успевать. Сейчас еще на курсы вокала пошел. Ты еще стихи пишешь? Да. Это точно помню. Паранопад, помню. Да. Паш, расскажи, пожалуйста, почему ты выбрал журналист? Ну, вообще по образованию я, как ни странно, экономист. Пять лет на это дело проучился и даже около двух лет по специальности отработал. Ну, когда вот работал, понял, что это абсолютно не мое, и поэтому надо было себя применить куда-то в другое русло, потому что я понял, что перебирать бумажки я, в принципе, физически не способен. У меня от этого падает самооценка, портится настроение. Падает самооценка от перебирания бумажек. Он говорит, слушай, не те бумажки ты перебираешь, Паша. Ты бы перебирал эти бумажки, которые я перебирал, когда работал по специальности. А, ну ладно. Да. Вот. И поэтому пришлось увольняться и идти в первую попавшуюся, самую ближайшую газету и говорить, я молодой, талантливый, хочу писать, хочу писать, вообще жить без этого не могу. А ну возьмите меня, ну возьмите меня, а я не хочу. Поскольку такая была странная стратегия трудоустройства, то меня даже и взяли. И с тех пор как-то я вся из этой журналистики никак не выпадал. Первое рабочее место где было? По журналистике на вечерний Полтаве. Вечерний Полтаве. Да, Марченко меня взял. Большое ему за это спасибо, привет. Слушай, все-таки опять вернемся к шляпам. Довольно-таки яркая штука интересная. А как ты дошел к собиранию шляп? Тебе подарили, либо же у тебя... У тебя куча всяких девайсов, я знаю, думаю, вот интересные прослеты, всякие штуки. Шел, шел и дошел, топ-топ. Не, ну то есть я с детства как-то что-то на голове любил носить, были непослушные волосы. Про меня даже девочки в детском саду стихо-стишок написали. Оно, оно, оно. Да я точно не помню, что там морозы, холоды, жару и зною, носят кепку всегда с собой. Там какие-то такие стихи. Ооо, видишь, даже не обидные. Не, не обидные. Ну, а потом как-то все равно надо что-то на голове носить. То захотелось что-нибудь интересное носить на голове, а не какую-нибудь тупо бейсболку. Вот купил себе в Питере первую шляпу. А потом, соответственно, уже еще несколько шляп купил. За сколько лет ты вот собрал? Ну, года за три, наверное. Всего лишь три года? Я думаю, да. Развелся и начал шляпу собирать. Сублимирую. Хорошо, очень не готов. Прикинь, шестьсот котов в доме. Шестьсот котов. Хотя есть энтузиасты. Да. А потом же еще, понимаешь, под каждую шляпу, в принципе, нужен какой-то разный прикид. Поэтому мне бы гардеробную. Так, ребята, у меня вот такой главный вопрос. Сегодня открытие Сорочинского ярмарка. О! Ура! Да. А, Саш, тебе бывал? Нравится? Бывал. Бывал как торговец лет двадцать тому назад. Бывал просто так. Младшая дочка там еще ни разу не было. И, честно вам скажу, я не мечтаю даже дочь туда везти. Сорочинский ярмарок, мое личное мнение, еще раз, мое личное мнение. Это поле чудес, ну, в стране Украина, скажем так. Где не сеют и не пашут, но шинкуют добросовестно капусту. Что-то там увидеть неимоверное мне тяжело. Почему? Потому что спиртное я не люблю. Оно горькое. Да? Невкусное. А трезвыми глазами смотреть на происходящее там, я, честно говоря, не понимаю, как это можно сделать. Как ты, Паш, на это? Ну, я был несколько раз на Сорочинском ярмарке. Все больше по работе. Кстати, головной убортом купил. Кепку купил охотничьего типа, как у доктора Ватсона в советском фильме про Шерлока Холмса. То есть, она плоская и уши кверху подвязываются. Не как у Шерлока Холмса с двумя козырьками. А такая, даже кепка Ватсон, она ее так называет. Вот. Но, честно говоря, что-то не тянет меня на Сорочинский ярмарок. Это можно было бы сделать прикольно. Это можно было бы сделать действительно в духе какого-то украинского такого здоровского колорита. А оно настолько на каком-то примитивном уровне, по большому счету, большой базар. А ярмар, кажется, не просто большой базар. То есть, должны быть какие-то… Развлекухи? Ну, там есть развлекухи, но эти развлекухи, как… Ну, я не знаю, как где, как где попало. То есть, можно было бы сделать что-то интересное, что-то интерактивное. Как-то привлекать к этому делу… Да. Как-то более обрядово. Как-то привлекать посетителей больше к этому делу. А то, получается, люди ходят по базару, а сбоку на сцене какие-то бабушки поют песни. Ну, мероприятие там анонсировано, кстати, немерено. Но я не знаю, я же говорю, мне неинтересно. Ну, да. А, наши сегодня все поехали, так что будете читать. А я еще там не была. Ну, именно на самом ярмарку Вани никогда не попадала. И в этот раз тоже не попала. И хотелось бы? Посмотреть, конечно, да. Ну, я понимаю, чисто потому, что ты в Полтаве живешь, как бы, да? Да, я ни разу не была бы. И стыдно признаваться, что никогда не было. Вот, на всю страну призналась даже больше. Я тебе честно скажу, ты ничего не потеряла. Саш, ты сегодня свой волшебный планшетик смотрел, вчера… Да, он сегодня у меня, как всегда, в голове. До 23 градусов сегодня обещают. Но с 12 дня дождь. И дождь до трех часов ночи обещают. Ну, вчера обещали тоже после обеда дождь. Но что самое смешное, после обеда уже в районе трех часов шел домой, лысину спалил себе в очередной раз. Последний раз это было в мае. Так что, кстати, вот шляпная тема, она для меня близка, актуальна и теплая. Пусть лучше идет дождь, чем вот это вот 45 в тени. Ну, к концу недели 28 уже обещали. Ну, я слышал, да. Это печально. Ну, я так понимаю, ненадолго уже. Что у нас? Уже чуть-чуть осталось лето, потом холодная-холодная зима. Кстати, я вот сейчас... Пусть лучше будет лето жаркое. Да, я сейчас заметил интересную тенденцию. Очень много моих знакомых и друзей, и по соцсетям, и по жизни, догоняют лето. Все уехали в отпуска. Все куда-то едут. Кто-то в отпуска. Кто-то плюнул на все. Опять же поехал на эти сорочинцы. И просто город начинает замирать. Ну, я думаю, это замирание неделя максимум полторы. Все-таки на сентябрь будут собираться назад, да, люди. Вот, ну что, доброе утро тогда, Полтава. Доброе утро. Доброе. Всем удачи, здоровья. Ну, на всякий случай, наверное, зонтики. Позитива. Все равно. Если кто-то желает, все равно езжайте на сорочинцы. Может быть, что-то хорошее купите. Шляпу, опять же, на всякий случай. На шляпу можно и не на сорочинцы. Да. Всем доброго утра. Удачи.